здравствуйте сегодня на канале пить и весто мы решили поговорить о том как сделать наш канал популярным чтобы просмотров было миллиона вот и со своим спутником жучкой привет или а нет это по и по и по и извини родной извини тебя же зовут и вот мы хотели бы на эту тему поговорить ну и так пу и что нам надо сделать для того чтобы наши видео смотрели смотрели миллионы во-первых вопрос очень сложно на самом деле согласен если бы так было просто ответить тогда бы тогда бы все видео прочим люди должны смотреть на это видео и отдыхать согласен может видео это отдых люди должны чувствовать что они отдыхают без напряга без загрузки отдыхать мы так популярен желать поэтому так популярно плюс 100 500 карамба и другое да да но дело в том что популярны не только они и не только благодаря тому что люди смотря на эту во многом глупость как говорите вы пу и мы уже испортили видео занос там вот ну скажите тогда давайте на другой вопрос поговорим вот как вы считаете какие автомобили вообще хорошие я почему это спросил самый лучших автомобилей автоби и сделаны своими руками велосипед ну какой автомобиль можно сделать своими руками нет конечно можно сделать своими руками ног всегда на бы зарекарляю делались своими руками ну конечно изначально да но потом все это дело пошло с генри форда поставлен на конвейер, вот, и начали производить в промышленных масштабах. Я не думаю, что сейчас существует вообще маленькая возможность сделать автомобиль для постоянной езды своими руками. Просто потому, что его надо будет зарегистрировать, вот, получить номера и так далее, так далее. Теоретически, конечно, это все можно, на практике все гораздо сложнее. Вот. Ну, какие еще темы, вот, пуги, какие темы вас на сегодняшний день волнуют? Скажите. Какие темы волнуют вас? Меня волнует то, что вот очень мало мяса в тушенке находится, очень много жира. И онищенко должен обратить на это внимание. Я вспоминаю тушенку такую из детства. В таких банках, я не знаю, грамм по 300, наверное, по 500, большие банки. Называлась Китайская стена. Очень вкусная тушенка была. А еще вспоминаю сгущенка была такая, здоровая, в банках таких. Ну, килограмм на 5, наверное. Больше трех литров, мне кажется. Ну, хотя, может быть, мне так кажется, сейчас они тогда казались такими большими, под Новый год особенно сладкими. А я вспоминаю такой клюквы в сахаре. Такая сладкая, сладкая, вначале кислая, кислая, кислая. А еще мне вспоминается такой момент, в детстве, еще в далекие советские времена, на одну копейку реально можно было купить повидло, очень вкусное. Такая маленькая баночка, такая маленькая, малюсенькая. А найти копейку было очень просто. Пластмассовая такая баночка. Пластмассовая такая, сверху фольгой покрытая. Очень вкусное повидло. Да, а однажды мы нашли 10 рублей. И весь день с ребятами праздновали. Купили лимонаду, тархун, стеклянные бутылки. Да вы пировали просто на 10 рублей. Да, 10 рублей. Да. А я помню, мы тоже с ребятами пировали, с одноклассниками моими. Как сейчас помню, с Саней и с Олесей. Вот. Мы шли со школы и купили по дороге, у нас был хлебозавод. И мы купили там рогалики, черный хлеб. Такой вкусный-вкусный хлеб черный. И мы мякиши такие делали руками. Мяли и делали мякиши. Вкуснятина страшная. Мы еще покупали гудоперчевые пеналы, ломали их, скручивали бумагу и бросали в подъезд. И убегали. Да вы шумные были. Смеху было. Да. И смех, и грех. Вы бандиты просто были, я смотрю. Да, мы бандиты. Вы еще, наверное, делали так. Брали офицерскую линейку, заворачивали ее в какую-то фольгу, потом поджигали и делали дымовуху. Да? Да. Делали ее. Вы рожденные в СССР. А еще делали селитрованную бумагу, а еще смешивали магний. Магний, марганцовка. И, по-моему, добавлялся туда порох. Это была такая... Бумагу в селитре мочишь, сушишь, заворачиваешь, бросаешь. Да, сушили-то это само собой, но мы делали из селитрованной бумаги, как фитиля. Фитиля вот для таких бомбочек из магния. А вот где взять магний, вот магний был дефицит. Вот вопрос телезрителю, вот где вот вы брали магний? Вот я знаю точно, где можно взять его, в больших объемах. А вот вы знаете ПУИ? А что такое магний? Ну, магний это металл, очень прочный такой металл. Вот диски на самолетах, вот эти обода делались из магния. Да, понятно. Да. Его берешь, точишь вот так напильником, точишь стружку такую, тонкую мелкую стружку, вот, и получается магний. Ну, вот этот точеный магний, его смешиваешь потом с марганцовками. А еще пугачи были, пугачи. Пугач помню. Спичку так вот, терешь, терешь, подышь, дышь, 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 дышь. А вы делали бомбы из этого, как они назывались, из корбита? Само собой. Да. Пуи, да вы большой разбойник были, я смотрю. Бутылку делали, воду замелевали, потом туда газет, клали травы и наверх скорбита. Закрываешь крышку, встряхиваешь, соединяйся с водой, газ. Да. Дышь, дышь, дышь. Да, да, вот это вещь. Вот такие вот воспоминания из детства. Вот. Смотрите канал Питевестов. Это будет следующее. Это Ютуб один, Ютуб. Раньше было лучше. Раньше было само собой лучше. Сейчас смотришь, детей вообще нету. Ни на улицах, нигде практически. Они идут с какими-то плеерами, компьютерами, какими-то глупостями. Они бегут со школы, чтобы сесть за компьютер в контакте одноклассников. И всё. Какая-то ахиняя. Все детские игры перешли за сто. От этого острых андрос, сколиоз, кифоз, ожирение и другие прелести 21 века. Согласен. Согласен. Смотрите Пи ТВ-100 и будьте в курсе самых последних новостей во Вселенной. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok